Это программа «Дей с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Чистая и красная зоны. Как теперь работает диагностический центр Алтайского края? Почти половину лекарств приходится возвращать обратно. Многих барнаульцев, которым привозят препараты от коронавируса, просто нет дома. И опять день сурка. Насколько разнообразна жизнь барнаульцев? Сегодня очередной суточный рекорд по приросту заболевших COVID-19 – 1800. В связи с эпидобстановкой работу диагностического центра официально переформировали под пациентов с COVID-19. При этом в Минздраве подчеркивают, прием плановых пациентов не прекратился. Как и раньше, учреждения разделят на две зоны – красную и чистую. Они будут строго изолированы друг от друга. С этого дня в красной зоне диагностического центра начала работать ковидная поликлиника. Там будут лечить больных, с которыми не успевают работать городские больницы. Речь идет о поликлиниках номер 14, 1 и 7. Также в диагностическом по-прежнему будут проводить КТ легких для пациентов с положительным тестом и с подозрением на коронавирус. Продолжает работу главная ковидная ПЦР-лаборатория, в которой выполняется большая часть всех мазков на COVID-19 в крае. Около 500 ковид-положительных детей против 70 в самый пик пандемии. Такую печальную статистику приводят врачи лишь одной детской поликлиники Барнаула. А между тем медучреждения города сейчас захлебываются от резкого наплыва пациентов. На помощь в это непростое время приходят автоволонтеры. Они разводят врачей и медикаменты к заболевшим. Подробнее о добрых делах, к которым может присоединиться каждый из нас, расскажет Валентина Аскерова. Поспешно выходит из поликлиники садиться в машину. Маленькие пациенты не ждут. Сейчас здесь на учете 500 ковид-инфицированных детей. Если бы не помощь добровольцев, автоволонтеров, помощи медиков пришлось бы ждать в разы дольше. Сколько часов в день приходится ездить? Ну, часы не считаем, а самое главное – отъездить те вызыва, которые поступили. 7, 10, когда больше бывает. Сколько будет, столько отъездим. Ребятишек не надо бросать. У меня, во-первых, жена у самого врача, она в краевой поликлинике работает. Я не понаслышке знаю эту ситуацию, почему бы не помочь. У меня есть возможность, я уже пенсионер. Он с утра только детей отвез, и потом практически день свободный. В Барнауле медиков развозят 20 автоволонтеров. Как минимум, еще столько же смогут закрыть потребность нехватки водителей. Главный врач третьей детской поликлиники рассказала, что помогать доставлять врачей до малышей стремится не только сильный пол. У мам есть такой чат многодетки. И несмотря на то, что мамы сами заняты, с детьми, то есть они приходили и свои услуги именно с машинами и водительские услуги предлагали. Все равно волонтерам приходится иногда с нашими докторами ездить и до 20, и до 20-30. Не отказывают. Автоволонтеры работают на износ в списке свыше 100 адресов в день. Водитель-добровольцы сейчас просто необходимые. Автоволонтеру очень нужны выходные, потому что сейчас поликлиники работают и субботу, и воскресенье. Буквально вот вчера действительно после выхода материалов позвонил мужчина. Он работает на кафедре в медицинском институте. Отец четверых детей сказал, я в пятницу, субботу, воскресенье готов волонтерить. Поэтому всех призывая, вот 2-3 часа в день, оно очень поможет нашим врачам. Если у вас есть водительские права и вам несложно выкроить время, позвоните по номеру телефона, который сейчас видите на экране монитора. Либо зайдите на сайт волонтеры-медики. Там тоже можно пополнить ряды помощников. Социальная дистанция и при этом реальная помощь. Волонтеры не только ездят к больным. Как и предыдущие коронавирусные волны, они помогают купить продукты тем, кого сегодня нужно особенно беречь. Самое ценное, что мы получаем, это вот эти вот улыбки бабушек, которые, наверное, ну, мы последние их надежды, которые вот сейчас помогут им там покушать, элементарно принести. На сегодняшний день десятки волонтеров работают и в колл-центрах на базе диагностического центра, а также в ПЦР-лабораториях, поликлиниках города и края. В это почти военное время помощь каждого ценится на вес золота и помогает спасти чьи-то жизни. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И, кстати, доставка лекарств – это не доставка еды. С таким призывом главный врач горбольницы номер 14 обратился к жителям Барнаула. В своем инстаграм-аккаунте Дмитрий Денисов рассказал о неблагодарной работе волонтеров, которые разводят лекарства для больных коронавирусом. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома. Так вот, по словам врача, примерно половина препаратов возвращается обратно в больницу, так как людей, болеющих коронавирусом, просто нет дома. Ну вот из того, что последний раз развозили, порядка 400 адресов было. Администрация индустриального района предоставляет машины, вузы предоставляют волонтеров, студентов, которые разносят эти препараты. Ну и от них пошло достаточно большое обращение. Мы пришли сюда помогать. Оказывается, что мы ездим по тем адресам, где людей на данный момент не находятся. Соответственно, они некоторым звонят, отзваниваются. Они ушли в магазин, кто-то в ленту, еще куда-то. Также руководитель 14-й горбольницы подчеркнул, что на каждого водителя, который развозит лекарства, приходится порядка 50 адресов в день. На доставку препаратов уходят большие ресурсы и время. Нужно проверять адреса получателей. Поэтому подстраиваться под каждого пациента, который в данный момент заражает кого-то за пределами дома, просто нереально. И к другой теме. В Барнауле почтили память погибших под Сталинградом. Сегодня годовщина битвы. 79 лет назад советские солдаты разгромили фашистские войска. Более 40 тысяч наших земляков участвовали в том сражении. Подробности у Анастасии Наборщиковой. В Сталинграде битва шла за каждую улицу. Дом, лестницу, подвал. В контрнаступление шли бойцы с Алтая. Три дивизии и две стрелковых бригады. Сегодня к мемориалу славы в памяти героев возложили цветы. Среди тех, кто отличился под Сталинградом, герои Советского Союза. Плотников, Кащеева и Ликунов. Все они с Алтая. Потому что он там воевал. Он открывал вот этот вот мемориал у нас. Я его помню очень хорошо, этого генерала. Он был заинтересован в том, чтобы славить наших воинов. В боях за Мамаев Курган сражалась наша 298-я стрелковая дивизия. Тогда за проявленный героизм в бою ее преобразовали в 80-ю гвардейскую. Бульвар в центре города назвали бульваром защитников Сталинграда. Уже 45 лет вахту памяти несут школьники. Первый барнаульский пост – один из самых старейших в стране. Создан был в 76-м как почетный комсомольско-пионерский. Вот здесь в мемориале хранятся около 30 тысяч человек, воинов, погибших с Алтайского края, даже с города Барнаула. Чтобы отставить Сталинград и не отдать Кавказ, Сталин подписал приказ номер 227, известным народе как «Ни шагу назад». Тогда победу одержали ценой людских жизней. В боях погибло более миллиона солдат. Тысячи – с Алтайской земли. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Тошнота, рвота, головная боль. Вторую неделю подряд жители многоквартирного дома задыхаются в своих квартирах. Причина – некачественный ремонт нежилого помещения на первом этаже. В списке пострадавших не только собственники, но и владельцы магазинов. Валентина Аскерова разбиралась, кто понесет ответственность за отравление людей и порчу вещей. Комнаты опустили. К детским игрушкам давно никто не прикасался. Семья с 4-летним ребенком сбежала из собственной квартиры. Всему виной токсичный запах, который распространился по подъезду и квартирам. Мы сейчас вынуждены к родственникам были напроситься, потому что невозможно здесь находиться. То есть какое-то время проходит, у тебя начинаются приступы тошноты, рвоты, головокружение. Невозможно. Про ребенка я вообще молчу. Как выяснили жители, на первом этаже нежилого помещения неудачно сделали ремонт. Покрасили. При этом не позаботились о соседях. Место даже не проветрили. С них ничего не нужно. Мне надо просто, чтобы они устранили эту воль. А она еще неизвестно, когда сойдет. Отравилась едким запахом и другая семья. Пострадавшая Ирина Неверова пыталась разобраться в ситуации и выяснить, кто автор неудачного ремонта. Нам открыли дверь. Нас просто снесло таким запахом нереальным. Там сразу же глаза выело. Я говорю, что вы делали здесь? Вы понимаете, что у меня отравился ребенок, муж, я, моя семья, говорю, соседи. Говорю, невозможно находиться. Мы вчера пол покрасили. А между тем помещение, где провели ремонт, находится в аренде. Его собственница вообще в другом городе. И связаться с ней пока не могут, пояснили нам в управляющей компании. Просто поспособствуйте, пожалуйста, нам, чтобы они открыли и все это выветривали. Я могу мастеров подправить, чтобы открыли. Но вопрос в том, что если вам нужны хозяева, давайте мы вам данные найдем. Нам и хозяева нужны, чтобы они там открывали все правильно. Мы не можем вернуться домой. Мы съехали из квартиры. Скажите, кому я могу позвонить. К слову, УК так и не связалась с жильцами. А между тем, эксперты медицинского университета пояснили, что любая лакокрасочная продукция может вызвать отравление, так как имеются в составе опасные для здоровья токсичные вещества. В основном это растворители, это может быть ацетон, допустим. Есть пигменты, которые тоже могут оказывать погубное действие на наш организм. И при окраске помещения стен, либо полов и так далее, то, конечно же, необходимо проветривать помещение, дабы удалить все летучие вещества. Пострадали не только жители верхних этажей, но и магазин на первом. Клиентопоток снизился в разы. Многие клиенты заходили, у них просто начиналась аллергическая реакция. Разворачивались и уходили. Одежда в любом случае вся пропиталась, потому что даже были жалобы клиентов, которые брали одежду, приносили домой. То есть, ну, из пакета достаешь, это все пахнет краской. Тем временем пострадавшие жильцы обратились в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства уже сделали замеры воздуха. Но юристы советуют на этом не останавливаться. Люди, которые пострадали, они вправе рассчитывать на возмещение ущерба, причиненного как их имуществу, так и их здоровью. Соответственно, с помощью управляющей компании. Если управляющая компания откажется, то здесь можно объединить усилия с соседями, зафиксировать произошедшее, заактировать. Дополнительно вот к тем протоколам, которые можно будет потом получить от Роспотребнадзора, либо не получить, тоже такие документы с фиксацией, они очень пригодятся. А что касается вещей, которые пострадали в магазинах, эксперты советуют сделать досудебную товароведческую экспертизу. Она поможет установить, насколько одежда утратила свои потребительские качества. Владельцы магазинов готовы подавать в суд. Весь вопрос на кого? Собственница так и не найдена. Барнаульцы просят правоохранительные органы разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Вадим Быстревский. День с толком. Сегодня более трех миллиардов человек во всем мире считают себя геймерами, но не все из них киберспортсмены. Параллельно с интересом общества к компьютерным играм развивается и сама игровая сфера, в том числе и российская. Победа команды Team Spirit, они выиграли 18 миллионов долларов в турнире по Dota 2, доказала, что это не просто игрушки, это еще и высокооплачиваемый профессиональный спорт с приставкой кибер. Желающий развиваться в этой сфере есть и в Барнауле. О том, с какими трудностями они сталкиваются и как можно их побороть в нашем сюжете. Шесть лет игрового опыта и четыре часа тренировок в день. Барнаульская команда по игре в онлайн-шутер Counter-Strike M52 постоянно оттачивает мастерство для участия в новых соревнованиях. При этом киберспортсмены стараются максимально громко заявить о себе, руководствуясь главным принципом «Кто быстрее и лучше думает, тот и выигрывает». Собираемся, играем в праки так называемые, где команды играют против друг друга, и за победу, и за проигрыш ничего не будет. Играем в турниры периодически, ну все возможные, которые есть. Много турниров, в которых мы занимаем призовые места, но прогресс есть. Реальным этот прогресс стал благодаря поддержке киберспортивного клуба. Геймерам дали возможность бесплатно тренироваться, развивая необходимые качества, реакцию и логическое мышление. Но, несмотря на это, разрыв между любительскими и профессиональными лигами нередко мешает продвижению. Решением проблемы могло бы стать создание смешанного турнира совместно с Минспорта, где начинающие команды боролись бы за выход на более высокий уровень. Мы получим равные условия для игры и дадим возможность именно нашим ребятам организовывать соревнования, ну честные для них, то есть для всех, то есть равные условия. И тем самым прокачивать свой скилл. В местном министерстве спорта специалиста по компьютерным дисциплинам Алексею найти не удалось. Однако идеей заинтересовались министр цифрового развития края Евгений Зрюмов и депутат Госдумы Александр Прокопьев. У нас около 15 миллионов человек, то есть так или иначе либо стримы смотрят, либо там как-то в этой сфере участвуют. То есть в принципе это социальное явление. И работать над этим, считает депутат, смысл есть. Потому что количество турниров на территории края повлияет на уровень развития киберспорта. Опыт подтверждает это. До пандемии при поддержке Александра Прокопьева в регионе трижды проводились турниры Алтайкап. В первом принимали участие только команды Алтайского края и Республики Алтай. Но сильных команд было мало. Кто выйдет в финал, было понятно до старта. Получалось, что у сильных команд нет стимула выкладываться и развиваться, а у слабых нет мотивации участвовать. Мы тогда приняли решение расширить географию. И это было правильное решение, потому что с нами начали участвовать в турнире, в том числе команды Сибирского федерального округа. Это сделало более, наверное, интересными и соревнования, и позволило нашим командам бороться с более подготовленными, тем самым наращивая свой уровень игры. Создать нечто похожее, но уже при поддержке Федерации киберспорта необходимо и сегодня, считают игроки. Конечно же, мы видим, что есть потребность у ребят из Алтайского края соревноваться, общаться, делиться опытом, выходить на другие соревновательные площадки, как всей России. Но в целом этот рынок, он открыт и по всему миру, для того, чтобы, в принципе, показать свой уровень мастерства. Сейчас, по словам политиков, механизм запущен. Инициатива киберспортсменов услышана, контакты Федерации переданы. А значит, скоро может начаться работа над созданием Сибирской киберспортивной лиги. В компьютерном клубе надеются, что анонсировать турнир, участие в котором примет и команда М-52, получится уже через несколько месяцев. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Мини-футбольный клуб «Алтполитех» на своей площадке принимал Сибтранзит из Новокузнецка, а также Новосибирский «Триумф». Это два лидера Высшей лиги чемпионата России. Наш клуб был в роли аутсайдера, и поэтому навязать свою игру гостям не получилось. Подробности расскажет Дмитрий Дроздов. Дебютант Высшей лиги чемпионата России «Алтполитех» для многих команд в этом сезоне – мальчик для битья. Наш клуб замыкает турнирную таблицу с двумя победами и двенадцатью поражениями. В команде говорят – это наш первый сезон, мы только учимся. Мы команда дебютант, это изначально было понятно, что нам будет тяжело. Каждое очко нам дается неимоверно сложно. Я думаю, для первого сезона семь очков набрать – это уже неплохо. Без очков вышел и очередной домашний тур. Новосибирскому «Триумфу» мы бой дали, но победу не одержали. 9-5 уверенно гости забрали свои очки. А во втором поединке против СИП «Транзита» и вовсе сделать ничего не смогли. 1-5 – крупное поражение хозяев. После таких матчей понимаешь, насколько много работы у нашего вратаря. Чем больше работы, тем интереснее, не знаю, как бы в целом. Доказываешь свою роль в команде, то, что ты нужен, тебя партнеры ценят. Теперь «Алтполитех» отправится в Новосибирск на игры против Ямала и Тюмени. На своем родном паркете игроки будут играть в футбол теперь только в следующем сезоне. Дмитрий Дроздов. День с толком. Сегодня в мире отмечают День сурка. Традиция пошла из Америки и Канады, где по поведению этого животного, который просыпается из спячки, определяют, какой будет весна. А в одноименном фильме каждый новый день главного героя похож на предыдущий. Сурка мы не нашли в Барнауле, но спросили жителей города, насколько разнообразна их жизнь или все же она напоминает тот самый День сурка. Некоторые ответы удивили. Ваша жизнь не напоминает вам сурка? Точно напоминает. А какое у вас разнообразие? Я уволился с работы, бросил жену, бросил все, кроме мамы. Пить, курить. У меня совсем все по-другому пошло. Сегодня День сурка. То есть одно и то же каждый день. У вас такое есть? Я только из больницы понятия не имею. Ваши дни в жизни, они одни и те же или что-то вы делаете для разнообразия? Я работаю, работаю. Ну, работа, дом, работа, дом. Это разве не День сурка? Нет, работа, рыбалка, отдых, дети. Йогой занимаетесь? Конечно. По мне не видно, йогой занимаюсь. Бегаете? Нет. Танцуете? Не знаю, плачу. А как часто на тебя это находят? Часто, очень часто. А друзья не помогают? Да, они никак не помогут. А как справляетесь с бытовухой в личной жизни? Сплю. А что-нибудь еще делаете? Хотел спать. Стараемся на выходных отвлекаться. Ходить с друзьями гулять куда-нибудь в кафе. В ковид-то. Но все равно у нас QR-код есть. Ухожу в кинотеатры, в зоопарки. А там сурка видели? Сурка нет. Сегодня День сурка. Как справляетесь с бытовухой в жизни? Хорошо справляюсь. Дай бог здоровья. А что делаете? Справимся. На дачу езжу. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки в социальных сетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Это спонсор прогноза компания Evalar. До встречи в эфире. Продолжение следует...